Девчонки приветик! Ежедневные или гигиенические прокладки часто выручают нас в трудную минуту, если не знаешь, когда точно начнутся месячные или когда выделений мало и с обычной прокладкой ходить уже не нужно, да и в других неожиданных ситуациях. Все это хорошо, но у таких прокладок есть как плюсы, так и минусы, о которых ты обязательно должна знать, чтобы не навредить своему здоровью. И кстати, нам так мало осталось до 200 тысяч подписчиков. Девчонки, давайте уже это сделаем. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте сердечки и делитесь с подружками нашими видео, а мы будем вам очень благодарны за это. Все прокладки, которые ты можешь встретить на прилавках магазинов, сделаны все-таки из ненатуральных материалов, в том числе и ежедневки. Оттого они не пропускают влагу и защищают нас от протекания, но они не пропускают также и воздух, что плохо для нашего здоровья. Мы вам уже рассказывали, почему белье должно быть из натуральных тканей, вот посмотрите, чтобы вспомнить. Так вот, если на трусики из натуральной ткани приклеить прокладку, можно сказать, что ты превратила их в синтетические. И потому у нас начинается дискомфорт, какие-то странные выделения и так далее. Ведь бактерии в такой среде намного лучше размножаются. Короче, кошмар. А опасность ежедневных прокладок кроется в том, что часто мы не замечаем и можем носить их чуть ли не каждый день и целый день. Потому, чтобы такого больше не повторялось, держи несколько правил правильного ношения ежедневок без вреда для здоровья. Первое. Ты можешь носить ежедневку целый день, если она сухая. Как только ты заметила, что она стала влажной, сразу замени на новую. Второе. Если ты целый день проходила с ежедневкой, на ночь ее уже оставлять нельзя. Приклей новую. Третье. Чем чаще ты будешь менять прокладку, тем лучше для здоровья. Четвертое. Выбирай ежедневки без аромата. Ароматизированные часто могут вызывать дискомфорт и зуд. Пятое. При покупке обрати внимание на толщину прокладок. Лучше выбирать тоненькие. С ними комфортнее. Шестое. В идеале вместо одноразовых прокладок использую многоразовые из ткани или трусики для менструации. Вот видео, где мы больше о них рассказываем. Они делаются из натуральных материалов и намного лучше для женского здоровья. Да и деньги тебе сэкономят, ведь их можно использовать много раз. В общем, плюсов намного больше. Все же я рекомендую носить такие прокладки как можно реже и использовать только в крайнем случае. А если пользуешься, то обязательно не забывай их почаще менять. Надеюсь, это видео поможет уберечь твое здоровье. А мы с тобой встретимся в следующем выпуске. Это были секреты Юнеледи. Пока-пока.